Дебютная оценка новичка Акая. Часть вторая. Озвучка студии Сильвана. Дебютная оценка новичка Акая. Небольшой технический перерыв. Я надеюсь, что ровер будет играть на всех улицах. Хлопок по пупе. Выставляет первые оценки. Не смотри, не подслушивай и не подсматривай. А для моего альбома вы тоже такое устройство? Прости нет. А что с тобой не так? Что со мной не так? Что ты хочешь этим сказать? А? Вы должны. Мы что сделаем? Что с тобой? Не говори так, будто я этого не сделаю для тебя. Спасибо. Рейндж ровер. 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 Чонин такой крутой. Он так хорошо со всем справляется. Молодец. Чонина, как тебе? Ты доволен работой? Конечно. Развучало как-то? Не уверенно. Да нет. Мне весело. Весело? Да. Что веселого? Терпелив. Ты ничего не ответил. А чё ты тогда подумал? Чонин. Слези за языком, окей? Удовлетворен. Начнем. Третьим критерием, по которому мы будем тебя оценивать, является способность обладевать концепциями. Дебютная оценка новичка Кая. Способность обладевать концепциями. Это... Тебе нужно... Я не знаю, как это сказать. Что за? Короче, ты должен будешь надеть специальный реквизит... Да. И позировать с ним в соответствии с предложенной концепцией. Окей, тогда... Нам нужен кто-то, кто будет делать фото. Да. Я предлагаю, чтобы этим занялся Сухо. Да. Разве это не то, что обычно делают самые младшие участники? Кто на самый младший? Сухо. Он у нас самый младший. А, вот как. Что касается концепта... Да. То Бекен в этом настоящий мастер. Да, это верно. Он очень хорошо это переваривает. Единственное, что я сейчас хорошо перевариваю, это еду. Может, вы все же поможете мне? Я рад, что у тебя хороший метаболист. Все мои органы здоровы. Вы ведь делали эндоскопию, верно? Так, ладно. Весь реквизит лежит на столе. Тьо Ши, не могли бы вы выбрать для него что-нибудь? Мне кое-что приглянулось. Я видел там резиновые перчатки. А еще... Это парик бабули? Лично я хотел бы, чтобы он надел этот парик резиновые перчатки и взял эту курицу. Я хочу увидеть тебя. Ты прям гений. В этом концепте. Хорошо. Надень это. А, да-да. Мне уже нравится. Ты можешь порезать курицу и приготовить из нее для нас что-то вкусное. Да-да. Нет, подождите. Ты слишком красиво надел парик. А ну, спрячь челку. Я помогу тебе. Помогите, пожалуйста. Сделайте это для меня. Подтяните ему брови. Брови? Подтяните их, да. Попробуйте растянуть их немного. А, окей, окей. Гениальный стиль, которым можно лишь восхищаться. Заинтригованный. Отлично. Выглядит отлично. Даже в таком виде ты выглядишь круто. Пожалуйста, разделай курицу. Сейчас мы увидим, как ты смотришься на фото. Ты хочешь здесь фоткаться? Фоткайтесь на полу. Давай на полу. Какая модная бабулька. О, Сухо, ты пришел? О, окей. Начали. Это фото. Посмотрите на эту позу. Так и надо, так и надо. Сейчас мы проверим, насколько хорошо ты умеешь позировать в соответствии с концепцией. Ты должен выглядеть секси, несмотря на свой аутфит. Вот так, отлично. Отлично. Отлично, отлично. Вот так, отлично. Классно. Не, ну его посты слишком экстремальные. Зачем он так делает? Что ты делаешь? Ты должен выглядеть круто. Чонин, надеюсь, ты отнесешься к нему с пониманием? Да, конечно. Хорошо. Он никогда особо не был в центре внимания. Что ты несешь? Поэтому он себя так ведет. Я каждый день в центре внимания. Просто пытается выделиться. Съемка закончена, спасибо. Что вы скажете насчет моих пост? Ты проходишь дальше. Окей, я понял. Получилось хорошо. Так как песня называется Roller, как бы это назвать? Я хочу, чтобы ты окунулся в загадочную концепцию. Выбери себе очки, которые понравятся. Да, да. И давай попробуем взять тебя крупным планом. Думаю эти. А, супер. Что-то типа того и нужно. Сними уже парик. Ой, сейчас очень классно. Не, не, не. Ты как модель. Ты должен выглядеть хорошо. Поправь свои волосы. Тебе нужно выглядеть хорошо. Когда вы успели надеть на меня это? Во время перерыва стал фанатом мемберов. Когда-то, кажется, во время эры, don't fight the feeling, мемберы фотографировали друг друга. А, и я помню Сихун. Да. Фотографировал тогда Кайсом Би Нима. Да. Он плохо фотографировал? Да нет. Хочешь повторить? У меня есть чувство стиля. Он и правда хорош в этом. Хочешь, чтобы я фотографировал? Да, пожалуйста. Да. Я мог бы даже дебютировать с вами, как участник ИКСО. Мне интересно, насколько хорошо мы могли бы повладить. Да. Кто-нибудь хочет сфотографироваться со мной? Выбери кого-нибудь. Я выберу Би Хён Сум Би Нима. С ним будет тяжело, он слишком хорош. Конечно, я хочу поучиться у него. Хорошо, хорошо. Вы с Би Кеном отлично вместе смотритесь. Вот эти. Вот эти. Давай подберем цвета. Это хорошо сочетается. Я буду хулиганом на районе. Вы будете в этом. Выберите что-нибудь для меня. Я хочу, чтобы ты очень ярко сиял. Надень корону. А еще... Это все? Возьми еще это. Начинаем. Помните про загадочность? Как вам? Да как ты фоткаешь? Даже сейчас Би Хён в центр внимания. Ты должен уметь привлекать к себе больше внимания. Точно. Мне нравится ракуш, смотрите. Очень клево. Клево. Как вам? Скажите, стильно? О, ты почти победил. Почти победил. Ты должен полностью меня одолеть. Я обязательно выиграю. Ты должен победить. Скажи же, стильно. Этого еще недостаточно. Этого мало. Укатился. Ай, микрофон. Ты можешь использовать эти фотографии для альбома. Как вам? Клево. Почему ты фотографируешь оператора? Зачем он снял его? Слоняется без дела. О, отлично. Ты так сильно старался. Я старался изо всех сил. Для меня было большой честью позировать с Би Хён Сомби Нима. Сам факт того, что я прикоснулся к его плечу, сделал этот момент очень значимым для меня. Кто еще хочет пофотографироваться? Выходите. Садись уже. Что вы думаете о его способности погружаться в концепцию? Мне понравилось, как он старался преодолеть любую трудность. Мне понравилась его усердная работа. Подвинься. Чё, они выглядят немного устало. Я вообще не двигался. Следующий критерий, по которому мы будем тебя оценивать. Что? Следующий критерий. Ты сказал что? Следующий критерий. Артистичность. А, да. Артистичность. Дебютная оценка на ВИЧ какая? Артистичность. Ты умеешь пародировать? Не умею. Не умеешь? У тебя есть какой-нибудь особенный талант? У меня его нет. Я помню, как раньше. Что вы помните? Я помню, как Кай умел имитировать кронга из полного. А, да, точно. Это не относится к артистичности. Просто ты весел, а ты относишься. Ну, это просто... Это очень весело. Ты не кажешься таким уж восторженным. Ты не хочешь дебютировать? Может, пропустим этот пункт? Да, он запугивает тебя. Давайте просто пропустим это. Эй, ты напгал его. Хорошо, я сделаю. Не, не, не нужно. Я сделаю. Не думаю, что это весело. Краам! Ты проходишь. Мы подготовили викторину, где нужно угадывать людей. Если ты всех угадаешь, то съемочная группа заплатит тебе 20 миллионов вон. Своими личными деньгами? Да. Просто посмотри на фото и на счет три назови ответ. Хорошо, я попробую. Я в этом так плохо. Раз, два, три. Провал. Раз, два, три. Юмин. Раз, два, три. Бэкён. Раз, два, три. Сехун. Раз, два, три. Чин. О, Чинук. Раз, два, три. Кто это? О, Юнчжун Ганчеваль. Подождите, у него что-то есть вокруг лица. Это ведь Юнчжун Ганчеваль. Что это такое темное? Бородка. Юнчжина. Я не знаю. Я не знаю. Раз, два. Вау, какой милашка. А, подождите, можете еще раз показать? Фото, сделанное на веб-камеру Хадури. Это ведь не Сухо, а Юнчжун Ганчеваль. Все, Эрна, ты проходит. Раз, нет? Я ведь прав, да? Я ведь прекрасно знаю, что прав. Давайте посмотрим по порядку. На первом фото Дио. Эра Мама. Он был таким привлекательным. Это ведь Эра Мама. Да. Давайте посмотрим второе фото. Пак Хейль Сомбиним. Пак Хейль Сомбиним. Это менеджер Ной Юн Мин. Во что он надеет? Викен со своим другом. Мне интересно, кто стоит за ним. Тот день мы с другом попали в студию звукозаписи. И там с ним вместе пели песни. Это ведь видео с Ютуба. Это фото со времен, когда у него была ломка голоса. Да, это фото с тех времен. Почему у тебя так много волос? Это ведь фото со съемок для Workman, да? Это ведь фото из сериала «Слава». Мисс Юн Джин. Это... Убирайся с дороги. Разве он тогда не жарил сосиски на гриме? И семья Джонсон Ви. И Ангите, мой дядя. Игнорирует. Это Кай в детстве. Что касается... Он не особо артистичный. Скорости реакции, он явно здесь уступает. Я не могу дать ему за это много баллов. Это неприемлемо. Следующая миссия — составить Акрости. Здесь тоже важна скорость. Не, но вы сами можете это сделать. Один из нас в этом настоящий эксперт. Дио, покажи нам, пожалуйста. Я? Да. Окей, я сделаю это. Давай со словом, топ-ган. Раз, два, топ. Топ. Простите. Ты проходишь, проходишь. Прошу, Мишка. Прошу, Мишка. Я много размышлял. О, отлично. Живый. Пути назад нет. Мишка. Мишка, это шоу. Да, ты проходишь. Ты проходишь дальше. А он дельные вещи говорит. Понравится? Есть еще кое-что? Да, да, да. Очень важно выработать в себе какой-нибудь хороший навык. Я вот, например... Этому я научился из фильма «Война цветов» у Сомби Нима. Да, да, да. Эта техника лучше, чем простое мошенничество. Я могу вот так выглянуть мизинец. Кроме того, мой безымянный палец... Этот палец может выглядеть так, будто он безкостный. Да, да. Что-то вроде этого. Что-то, чего другие не могут сделать. Один маммер умеет делать то, на что я смотрю, когда мне грустно. Умение чанёля крампинговать. Я помру, если попробую повторить это сейчас. Я смотрю на это, когда мне грустно. Это легендарно. Я мог делать это, когда мне было очень грустно. Порекомендуйте мне что-нибудь. А, я знаю, что это может быть. Что же? У людей, которые долгое время занимаются балетом, вот так согнуты пальцы ног. Да, да. Из-за постоянной нагрузки они становятся очень крепкими. Ими можно арбуз разбить. Он мог бы встать вот так на пальцы и потом ударить. А потом ещё и ударить кулаком. Разве это не весело? Нет? Вы с ума сошли? Ай, у тебя достаточно сильные мышцы. Да, да. Зачем ты снимаешь обувь? Я хочу попробовать встать на пальцы. Он пробует встать на пальцы. О, это очень больно. Сейчас сломает себе пальцы. Попробуй встать на голове. Я не умею стоять на голове. Обхвати голову. Вы можете показать мне? Конечно, я сейчас покажу. Он у нас мастер в акробатике. Он два месяца этому учился, и вот это ему пригодилось. Как же давно это было. Вот и пригодился навык. Ты должен вот так сделать. Что за... Ну, покажите. Ты должен сделать это без помощи. Это похоже на большой поклон. Вот так и должен сделать. Это может показаться. Да. Я могу так долго стоять. Я попробую тебя придержать. Смотрите, ты будешь делать это головой. Тебе нужно напрячь пресс. Вот так? Да. А дальше медленно поднимай ноги. Потихоньку, не торопись. Камера, поехали. Это оценочная сессия или шоу талантов? О, клево, клево. У тебя получилось. Просто у него сильные мышцы. А теперь у меня есть способность. Неплохо вышло. Теперь у меня есть способность. Дио тоже в таком хорош. Покажи нам. Утром я видел, как Дио спал в такой позе. Я так не сплю. Хочешь попробовать? Окей. Думаю, у меня не получится. Я думаю, ты сможешь. Это очень просто. Может, толщение будет? Ты снимаешь штаны? Опусти голову. Да, вот так. Потихоньку. Это успех. Держись, держись, держись. Сухухен должен попробовать. Сухуха, давай попробуй. Сухухен, всего разочек. У меня не получится. Я себе что-нибудь сверну. Ничего вы не свернете. Давайте перейдем к следующему сегменту. Он просто закрыл лицо руками. Следующий сегмент. Подразднили с Сухухом Бенни Мэй и сразу перешли к следующему сегменту. Дебютная оценка на Вич Какая. Навык выживания в индустрии. Ты ведь знаешь, что индустрия суровая, верно? Я уверен, что у меня отличные навыки выживания. Но для начала мы бы хотели посмотреть, умеешь ли ты говорить с закрытым ртом. Среди нас есть участник, который в этом очень хорош. Да. Кен Супра, демонстрируй нам, пожалуйста. Почему слово «я»? Пожалуйста, покажите мне. Один разочек. Я объясню, почему это так важно. Обычно перед нами выступают другие группы, верно? Да, существует высокая вероятность того, что другие люди могут от нас услышать конфиденциальную информацию. Поэтому очень важно уметь говорить с закрытым ртом. Верно. Кен Су очень хорош в этом. Например, я спрошу тебя, когда у тебя камбэк? А теперь ответь мне с закрытым ртом. Что ты сказал? Выстрел в голову. Судья в восторге от шуток великих приколистов. Я попробую еще раз. Я сделаю это ради Чунина. Да, да. Давно не виделись. Когда следующий камбэк? Ну. Закрой рот вот так. И говори через зубы. Ты хорош. Не хотите так со мной поговорить, Сухухен? Чунин, как твое дело? Может, перейдем к следующему сегменту? Следующий навык. Но вы даете. Что было вторым? Кто у нас еще ничего не говорил? Тебе все расскажет Минсок. И Сухухен, я слушаю вас. Просто скажи, что следующий критерий – умение общаться с фанатами. Умение общаться с фанатами. Вы там читать учитесь? Думаю, перед нами должен стоять Минсок. Итак, следующий критерий. Умение общаться с фанатами. Что я должен сделать? Потерял дар речи. Я не знаю. Ты должен общаться со своими фанатами. Да, да, да. Мы покажем переписку, а ты должен будешь угадать. Как мы Брейксо? Да. Ответили бы. Да, я понял. Итак, Бекен часто общается с фанатами в Твиттере. Поклонница опубликовала эту гифку с подписью. Это Бекен, когда он был маленький померанским шпицем. Как Бекен мог бы ответить на это? Я вообще-то Бекен. Неверно, неверно. А как? Вон там ответ. Каан. Каан. Он типа гавкает? Типа он померанский шпиц. Я посмотрел на гифку и было ощущение, будто я это и произносил. Да, там как распелось. Я не удовлетворю. То есть вы не гавкали на фанатах? Конечно нет. А, хорошо. С Днём Святого Валентина. Эксуэль любят везде. Вы наверняка получили шоколад. Вы не получили его? Как так? Ощущение, будто это написано роботом. Вот я немного выпил, но там вам вкусно. Но туда ведь попали с лени. Это так не работает. Так лучше не общаться с фанатами. Если бы я был Сюминьоном, то подарил бы сто таких кружин. Как сладко. Ты мог бы. Покажите нам правильный ответ. Это протеиновый напиток. Что ж, давайте тренироваться. А, это был протеин? Это был протеиновый шейк, а не шоколад. У меня есть вопрос. Было ли это спонсировано? Не-не-не. Получилось очень забавно. Кто следующий? Сухо. Нужно угадать, что было после Я Лидер Эксо. Я прочитаю тебе ответы, фанаты. Ты не должен чувствовать большую ответственность. Мне нравится, когда Эксо чувствует себя комфортно. Это личность Сухухёна? Нет? О. Лишь давление заставляет меня двигаться вперед. О, близко. Эксоэль просто должны терпеть давление моей любви и любителей. Ты заставляешь других чувствовать давление? Ха-ха, глупенькие. Он просто назвал своих фанатов глупыми? Не-не. Они сказали, что хотят навсегда оставаться глупышками и все такое. Он заметил милую сторону фанатов. О, уже когда ты дебютируешь, как ты будешь общаться с фанатами? Мы оценили тебя за твои ответы. Окей, хорошо. Ты лежишь дома и решил зайти в Баббл и увидел сообщение. Сегодня на работе я смотрела твой фанкам и мой босс отчитал меня за это. Утешь меня. Ха-ха, глупышка. А? Вау. Я использовал то, чему научился Ацухухёна. Окей. Нет, ты можешь меня утешить, а не называть меня глупой? Тогда просто займись спортом. О-о-о-о. Это Ацюмина? Да. Прости, но это борьба троих против 360. Ха-ха. Ха-ха. Мне нравится. Ты проходишь. Последнее было просто лучшее. Мне очень понравилось. Клево. Я применил то, чему научился. Это было супер. Спасибо. Ким Чоннин, из-за тебя у меня высокие стандарты на парней. Я не была в отношениях 10 лет. Возьми за это ответственность. Я сомневаюсь, что это моя вина. Ха-ха. Возьми лучше ответственность на себя. И продолжай меня сильно любить. Ха-ха. Точно. Я так и напишу. Так и напишу. Так же. О-о-о. Я попробую еще раз. Лучше возьми на себя ответственность. И люби меня еще сильнее. А-о-о. Супер. Клево. Проходишь. Чоннина, мне начинает нравиться другой парень. Сделай так, чтобы ты мне нравился больше. Я не смогу пошутить в такой ситуации. Мне нужно завоевать ее сердце. Тебе нужно серьезно подумать. Но я уверен в себе. Ты можешь сделать это. Но я знаю, что ты снова вернешься. Я настолько уверен в себе. Молодец. Минсок, мне начинает нравиться другой парень. Сделай так, чтобы ты мне нравился больше. Это я. Что? А-а-а. Вау. Ким Бин Сок, ты такой крутой Это было так классно Не должны ли мы поменяться местами? Это было здорово, Ким Бин Сок Но почему он ответил? Это я Большое спасибо, что пришел сегодня на прослушание Скажи что-нибудь напоследок 13 марта выйдет мой третий мини-альбом Нет, ты должен адресовать эти слова нам Мы уже закончили Да, 13 марта Пожалуйста, подарите много любви моему третьему мини-альбому Ровер Я новичок Кай, я новичок Кай, очень много трудился для этого альбома Я уложил в него столько усилий и все, чему я научился сегодня у старших Я обязательно буду это использовать Пожалуйста, с нетерпением ждите его Мы будем с нетерпением его ждать Я буду ждать результатов Выпив воды Мне он очень понравился Для начала он не так хорош в категориях выживания и развлечений Да, точно Но в любом случае для артиста больше важны мастерство и навыки Он может оставаться в тени от 10 до 15 лет Ты имеешь в виду, что ему лучше не появляться на развлекательных шоу? Да, тогда думаю, у него многое получится Мне нравится его упорство Да Клево Думаю, он готов дебютировать Согласны? Да Что ж, он хорош Давайте одобрим его дебют Позовите его, пожалуйста Кайчи! Подойдите, пожалуйста Да Заходи скорее Момент, когда долгая стажировка дает свои плоды Прошлые дни мелькают перед глазами, как калейдоскоп Да Мы приняли решение Мы приняли общее решение Да Если ты примешь наши условия, то сможешь дебютировать Мы получим 40% от твоего дохода 15% от общего объема твоих продаж Тебе придется некоторое время не появляться на развлекательном шоу Да, да Ты можешь выражать себя лишь через танец и пение Итак, вы хотите, чтобы я спрятал свою личность, лишь танцевал и выступал И жил как робот? Да, а еще Мы хотим, чтобы почти 50% от твоего заработка Да Ты отдал нам Просто отдать вам? Да, 50% Вы хотите использовать мои мечты, чтобы нажиться на мне? Ты хочешь дебютировать? Конечно, хочу Точно Я отдал вам 50% Да А еще Ты не можешь давать кому-либо интервью Почему? Что? Ты можешь лишь танцевать и петь Секрати это Итак, поздравляем тебя с дебютом Поздравляем Поздравляем Спасибо С танцой напоследок, Роуэ Поздравляем Почему это больше не происходит на меня такого впечатления? Я уже вымотался Тебе конец Тебе конец Тебе конец Я получил и израсходовал всю свою энергию Эксо не мейсом, виним А не просто Эксо Перед мембарами То есть судьями Мне нужно было выполнить милое задание Я не знал, что так будет Но я чувствовал себя Так неловко Серьезно Я хочу стереть себе память Пожалуйста, вырежьте этот момент Озвучка студии Сильвана